Добрый вечер на ТНВ новости в студии Альбина Слагараева и вот о чем расскажем сегодня. Отчетный день! Чтобы не сложилось впечатление, что в правительстве есть мнение, что все, слава богу, в шоколаде. Как работу правительства оценили в госсовете, узнал Дмитрий Аринин. Где будет построен мусоросжигательный завод? Необходимо пройти определенные процедуры экспертные. Когда приступят к стройке и по каким технологиям он будет работать? Анна Городнова. Кто прав, кто виноват. Здесь, можно сказать, угнетает все. Мы не можем работать. Конфликты родителей и руководства детского садика поселка Шигали разбиралась Алина Бережная. Федеральные деньги на лекарства, пожары и их последствия и повышение зарплаты госслужащим. В госсовете республики сегодня обсудили 25 вопросов за три часа. Исполнительная власть отчиталась перед законодательной. Развеяны были и опасения об угрозе заражения жителей набережных Челнов. Обо всех выводах и решениях Дмитрий Аринин. Главным вопросом сегодняшней сессии был отчет правительства. Это, к слову, такой объемный 250-страничный документ. Но сегодня он отошел на второй план. Начали с главного события в стране – президентских выборов. Их итог в республике подвел Рустам Мениханов. Убедительная победа нашего национального лидера. И, конечно же, в Татарстане тоже на высоком организационном уровне выборы прошли. Основные итоги работы правительства и показатели развития Татарстана изложил Алексей Песошин. Главный вывод – в 2017 году по основным показателям стабильная положительная динамика, превышающая среднероссийские тенденции. По итогам прошлого года в республике Татарстан, как и в целом по стране, отмечается экономический рост. При этом премьер-министр самокритично обозначил все то, что сдерживает развитие Татарстана. Основными проблемами, которые оказывают влияние на развитие республики, остается недостаточный уровень производительности труда, по которому мы более чем в два раза уступаем эффективным мировым экономикам. Прийти на помощь экономике республики должны новые цифровые технологии. Внедряя их, хотят провести трансформацию традиционных отраслей. Но это дела будущего. Сегодня же депутаты интересовались, все-таки быть ли в Казани мусоросжигательному заводу. Определенный будет какой-то площадкой или будет ли этот завод вообще у нас в Казани? Заводу быть и быть обязательно. Сейчас ведется проработка инженерной инфраструктуры. Вопрос же закупки дорогих лекарств обременительных для республиканского бюджета собираются адресовать федералам. На федеральном уровне надо разобраться в целом. Это огромный бизнес тех структур, которые поставляют эти лекарства. Есть и за 100 миллионов такие заболевания. Но это же несуразно. Неужели мы в нашей стране не можем определить, кто и как, каким лекарствами должен лечиться? Итоги работы правительства парламентарий оценили положительно, посоветовав больше внимания уделять проблемам. Чтобы не сложилось впечатление, что в правительстве есть мнение, что все, слава богу, в шоколаде, а у населения проблемы, которые реально имеют место в жизни, остаются в какой-то мере без внимания. Отчет перед депутатами держал глава МЧС. Он отметил, в Татарстане стало меньше пожаров. Прокомментировать его попросили опасения жителей Челнов. Избирателям поставлены ряд вопросов о возможном заражении аммиаком при авариях на акционерном обществе аммонии. Наберные Челны не подпадают в зону возможных заражений. В зону возможных заражений подпадает только Мендерейск, Мендерейск район и часть Иглавовского района. Депутаты сегодня не только спрашивали госслужащих, но и изменили им систему оплаты. Так с 1 апреля оклады станут больше, а надбавки меньше. В новых условиях соотношение предполагается 70% это базовая часть, то есть оклад, и 30% надбавочная часть. Вы ответьте конкретно на вопрос. Не уменьшится ни у кого. Да или нет. Не уменьшится. Сегодня же депутаты решили, общественное обсуждение при пересмотре гемпланов можно будет проводить и через интернет. Дмитрий Айрин, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Подмосковный Волоколамск в центре внимания всей России. Накануне здесь, на полигоне Ядрово, произошел выброс свалочного газа. 60 человек отравились, в больницах оказались шестеро детей. Генеральная прокуратура сейчас начала проверку. Причина произошедшего – скопление опасных газов при брожении мусора. Эта история актуализировала вопрос строительства мусоросжигательных заводов. Как раз четыре должны быть построены в Подмосковье и один в Татарстане. Его место уже определено построить в поселке Осиного Зеленодольского района. К строительству приступят уже в октябре, но только после трех важных этапов – общественного обсуждения, экологической и госэкспертизы. Об этом заявила сегодня официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова. В новой должности она провела первый брифинг. Теперь такие открытые встречи с журналистами по самым важным вопросам будут обсуждаться каждый четверг. Анна Городнова о судьбе мусоросжигательного завода. К 2019 году в стране заработает единая система обращения с отходами. Региональный оператор обязан будет осуществлять раздельный сбор и сортировку. Что подлежит переработке, что считается опасными отходами, а что отправить на мусоросжигательный завод. Сегодня переработке подлежит только 50-60% мусора в мире. Остальное нужно утилизировать. В стране будет построено пять заводов. Четыре в Подмосковье, один в Татарстане. Вариантов расположения рассматривали несколько в районе Казани-Укрсиндеза или Самосыровской свалки. Сегодня стало ясно, завод построят в Зеленодольском районе. Расположение территориальное, это где поселок Осиново. Земля, она уже принадлежит компании, одной из компаний, входящей в группу РТ-Инвест. Я, насколько понимаю, на данном этапе, как сегодня нам сообщили коллеги, они ведут работу по публичным слушаниям для перевода этой земли из статуса сельхозназначения в промышленное. Сегодня по поручению президента в Казанском Кремле прошло рабочее совещание с участием инэкологии компаний-застройщиков. Завод по термической обработке построят в рамках программы «Нулевое захоронение отходов». Ключевая цель – уменьшить негативное воздействие на окружающую среду. Технология, выбранная на данном этапе, атмосферное сжигание, так называемое, это технология, по которой работают, по их оценкам, 80% подобных заводов в мире. Отходы после термической обработки получат вторую жизнь. Энергию пара превратят в электрическую, способную обеспечивать электроэнергию около 200 тысяч жителей. Черные цветные металлы отправят на вторичную переработку, а шлаки – на дорожное строительство. За основу взяли технологию швейцарско-японской компании «Хитачи». Это мировой лидер уже возвел подобные заводы в Великобритании, Швейцарии, Германии и других странах. Среди активистов были опасения. Построенная иностранцами установка в руках наших специалистов будет не столь эффективна. Руководство фирмы заявило, дистанцироваться они не будут. Мы не уйдем, как только построим завод. Как только мы его запустим, мы проведем тренинг для всех работников завода и обучим их безопасному и экологическому управлению. Главное при строительстве – это публичное обсуждение. Здесь выслушают все предложения «за» и «против». Президентом республики Татарстан поставлена задача привлечения общественного контроля к этому вопросу. Проект обязательно будет обсуждаться с татарстанцами, с активистами, обеспокоенными этой темой. Позиции руководства республики в вопросе внедрения новых технологий, средств в утилизации мусора сводятся строго к одной сути. Проект должен быть абсолютно безопасным как для экологии, так и для здоровья татарстанцев. Общественное слушание предварительно намечено на середину июня. Окончательное решение по строительству будет принято только после двух положительных заключений госэкспертизы. Если все пойдет по плану, к стройке приступят уже в октябре этого года. Завод начнет работать с 2022 года. Анна Городного, Лешат Мухаммедов, ТНВ, Казань. Вопрос с дольщиками к 2020 году будет закрыт. Это позиции руководства республики. Об этом рассказали сегодня на брифинге в Доме правительства. Сейчас на контроле властей таких долевых долгостроев 33, 21 должны сдать в этом году. Это одна из основных задач. В каких городах и районах отпразднуют новоселье? Об этом далее. Набережные Челны, Песрицы, Бавлы, Казань. Сегодня в этих городах и районах есть вопросы с дольщиками. Всего долевых долгостроев в республике 33. Для решения проблемы привлечены три инвестора. Ожидается приход еще двух. Один из них из Ижевска. Сейчас ведутся переговоры. Набережные Челны. Здесь коллеги ситуации по решению вопросов дольщиков на стадии завершения. Определенный инвестор. Это компания Профит. Объем квартиры у него 639. Сроки сдачи по первому дому. Есть видные результаты. Его будут сдавать в этом году. И далее сдача будет по мере решения вопроса по каждому дому. Решением агентства по ипотечному и жилищному кредитованию правительственная комиссия огласила это решение 6 марта этого года. Республике передана федеральная земля в набережных Челнах на проспекте Мира 16А. Что позволило дать инвестору застрочку права аренды без проведения торгов. В Бавлах 40 семей отметят новоселье. В этом году их дом готов на 65%. В план этого года также вошли и долгострой в селе Куюки Пестричинского района. Сейчас здесь завершается внутренняя отделка. Зеленодольской нужно еще 18 миллионов на благоустройство территории рядом с домами и на инженерные сети. Больше всего домов 17 в Казани. В комплексе МЧС в секции Г первый и пятый многоэтажек почти завершены работы. В целях решения проблемы обманутых граждан, я подчеркиваю президентом республики, стоит задача, он держит на личном контроле эту ситуацию. По его поручению создан республиканский фонд поддержки лиц, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков. Как вам известно, существовал общий фонд для вкладчиков и дольщиков. Теперь дольщиков вывезли в одну группу и указан президент республики Татарстан, который был опубликован 9 марта, создан республиканский фонд. Для решения проблемы дольщиков Татарстану передали 6 федеральных участков земли в ожидании улучшения жилищных условий. Сегодня в республике 4211 дольщиков. Альбина Слагараева, Ежат Мухаммедов, ТНВ, Казань. Конфликт между воспитателями и руководством детсадов в поселке Шигали Высокогорского района друг за другом увольняются педагоги. По их словам, они кроме своей основной работы выполняют чужую. Приходится даже чистить снег и приобретать моющие средства за свой счет. Однако руководство это опровергает. Стороны выслушала Алина Бережная. Ребенку 2 года. 6 месяцев сейчас. И просто он у меня говорит, что хочет садик. Сдержать слез жители поселка Шигали не могут. Еще полгода назад они водили своих детей в детсад в Казани. Открытие дошкольного учреждения в поселке стало долгожданным событием. Долго радоваться не пришлось. Родители снова задумываются о переводе детей в город. У нас есть свои группы в WhatsApp созданные. Родители стали все писать. У всех был просто шок то, что у нас поголовно увольняются все воспитатели, все нянечки. Двое уволились по собственному желанию. Еще трое написали заявление. Воспитатели говорят, работают не только по специальности, но еще и приходится брать на себя чужие обязанности. Мы мало того, что убираем снег, мы еще собирали деньги вот на вот это вот все, чтобы здесь площадку чистить. Свои личные? Свои личные, да. Это я вам точно говорю. Свою работу до конца не выполняешь, как сказать, не успеваешь физически. А тут еще и снег чистить. Завхоз это признает, правда, с оговоркой. Снег очищается только там, где запасной выход пожароопасной зоны, чтобы вывести детей. Основная территория чистится, а крайне входит. Чистят не только двор, но и отвечают за чистоту в помещении, утверждают воспитатели. И приводят как аргумент вот такие списки товаров. Должны какие-то выделения быть. Ну, допустим, моющие средства. Меня удивляет, почему с родителей это тянут? Ни в коем случае. У нас, у нас, нет, я сама лично хожу, даже иногда, да, бывает, покупаю. То есть на свои деньги я понимаю, что я не имею права требовать. У нас нет, получается, в бюджете пока на сегодняшний день. И приходится запрашивать из федерального бюджета, да. Так как мы поселок, пока эти деньги доходят, естественно, да, а мыть надо каждый день. В районном отделе образования ситуации знают. Правда, здесь говорят, что с финансированием проблем нет. Финансирование пока у них проблем нет. Мы им зарплату выдаем, коммунальные оплачиваем и за хостовары, и за канцтовары. 18 подписей родителей и коллективная жалоба в народный контроль. Именно обор с просьбой поменять руководство. Налаживать отношения в коллективе будут на уровне района. Завтра мы планировали встречу с родителями. Вот сегодня мы с утра с заведующей разговаривали. Она у меня была. И мы запланировали на завтра родительское собрание и собрание работников данного образовательного учреждения. Чем закончится конфликт, будет известно уже завтра. Но стороны забывают, что главные жертвы недопонимания больше 60 детей. Мы будем продолжать следить за этой темой. Если у вас есть проблемы или жалобы, звоните к нам в службу новостей по телефону 570 50 17. Ажиотаж в поликлиниках и на вызов не дождаться врача. За неделю 27 тысяч случаев ОРВИ в республике. А следом грипп и количество заболевших только увеличивается. И хотя вирус еще не дорос до эпидемии, кому и как уже сейчас стоит максимально защищаться? Рамиль Шайдулин. Ребенок с температурой это всегда слезы. И день от дня их только больше сетуют врачи. Число заболевших малышей, поступающих в детскую поликлинику, растет буквально на глазах. Стараемся не держать людей в очереди. Каждый приходит по записи. Бывает, выезжаем на дом. Вызовов много, конечно. А вот Гульнас Гирфанова уже успела переболеть ОРВИ. Лечилась, говорит, разными методами. Вирусная, дышали, не былайсером. Возов принят 13-20. Телефон не смолкает ни на минуту. Небывалый ажиотаж сегодня на станции оказания первой медицинской помощи. Каждый пятый звонок по вирусам с жаром, кашлем, головокружением. В последние две недели их стало больше 200 в обычные дни. В выходные дни нагрузка по данным поводам возрастает в разы порядка 300 и 300 с лишним вызовов, вступающих с повышением температуры. За последнюю неделю в республике Татарстан зарегистрировано более 26 тысяч заболеваний острыми респираторными вирусными инфекциями. Уровень эпидемического порога выше на 26%. В челнах в больницу все больше попадают те, у кого последствия ОРВИ. Например, скоро выписывается Ирик Тимиргалиев. Шел в больницу с недомоганием, оказалась пневмония. Почувствовал недомогание, высокую температуру. Я сначала все списал на отравление бытовое, но в реальности все оказалось по-другому. Врачи предупреждают, что даже воспаление легких может быть последствием ОРВИ и гриппа. Поэтому не лишним следовать самым простым правилам. Избегать мест массового скопления, периодически проветривать комнаты, мыть руки и не забывать про здоровое питание. Желательно есть пищу, богатую витамином С. Памиль Шайдулин, Андерсон Тальцев, ДМВ, Казань, Набережные Челны. Это лучший хоспис в Европе. Благотворительному фонду Анжелы Вавиловой исполняется 15 лет. Помощь здесь получили полторы тысячи детей и тысячи взрослых. Сегодня фонд собирает средства на строительство второго хосписа. Чтобы принять тяжелобальных детей, онкобальных и пациентов, нуждающихся в палиативной помощи. Для строительства требуется 250 миллионов рублей. Собрана лишь десятая часть. Представители фонда обращаются к неравнодушным. Те, кто готов помочь, может отправить смс со словом Анжелы, указав сумму на номер, который указан на экране. Основная задача, которая стоит сейчас перед хосписом. Перед нами, я же хоспис и фонд, это объединенные целы, считаю. Значит, строительство нового стационара на 8 сколько мест. Это новости на ТНВ и далее в программе. С приходом весны появляются не только цветы, но и ямы на дорогах. Чем быстрее мы сделаем места концентрации ДТП, тем больше жизни сохраним на этих дорогах. Где в Татарстане находятся опасные участки дорог и как с этим будут бороться, выяснял Сергей Хайдаров. Лучший официант, повар и портье. Просто путешествие, туризм, это, наверное, любовь всей моей жизни. Кто получил звезду гостеприимства? Динара Камалова. Татарстан и Италия стали партнерами сегодня на заседании Совета директоров ТАТ «Нефтехиминвестхолдинга» правительства республики. И компании европейской страны подписали меморандум о взаимопонимании. Какие проекты предложили новые партнеры? Слават Мухамадуллин. Когда еще были высокие, цены на них достигали 70 миллиардов рублей. С двукратным падением цен уменьшились и субсидии. Об отмене налогового маневра, нереализованном потенциале и позициях России на мировом рынке нефтехимии. Начал доклад на заседании управляющей консалтиговой компании. Рустам Иниханов согласился с тезисами и поручил продолжить работу с консультантами. У нас есть непределенность на федеральном уровне. Вообще мы считаем, что мы сильно отстаем. И тот потенциал, который есть в нашей стране, он пока не реализован. Машины, поезда и самолеты на водороде. Такое будущее предрек миру представитель компании «С-Плюс». По его словам, не за горами эпоха водородной экономики. Рустам Иниханов отметил необходимость, прежде всего, инфраструктуры для такого перехода. Рустам Нургалиевич Мениханов и президент компании «Коудист Интернешнл» Клаудио Де Экер подписывает меморандум. Меморандум о взаимопонимании между Татарстаном и итальянскими компаниями. В ходе пилотного проекта они планируют строительство завода «Меламин» в республике. Также в перспективе их участия в реконструкции «Заинской гряз». В ходе заседания Совет директоров на повестку вывел и вопрос созыва общего годового собрания акционеров. Он состоится 21 мая. В ходе него будет принято решение о распределении прибыли. В прошлом году она составила 542 миллиона рублей. Слово Тмахмадуллин, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. Завод «Танека» планирует перерабатывать до 15 миллионов тонн нефти. Это на 40% больше, чем в прошлом году. О перспективах Татнефти сегодня говорили на заседании директоров компании с участием Рустама Мениханова. Так, в 2017-м шинные комплексы республики поставила рекорд. Реализовали 30 миллионов штук шин. В будущем же увеличение мощностей уже в нефтепереработке станет возможным за счет ввода в эксплуатацию установок гидроочистки керосина и дизельного топлива. С двухдневным рабочим визитом в Женеву прибыл сегодня Рустам Мениханов. Президент проведет деловые встречи с руководством ряда швейцарских компаний. Также программа визита Рустама Мениханова предполагает посещение Лозаннского политехнического университета, участие в швейцарско-татарстанском деловом форуме и встречу с татарской общиной Швейцарии. Каждый шестой пешеходный переход в республике не соответствует нормам безопасности. Только в этом году на них пострадали 200 татарстанцев. Кроме того, на дорогах республики сейчас 128 опасных участков. Какие сроки по их устранению? Сергей Хайдаров. С наступлением весны возникает все больше претензий не только к качеству дорог, но и пешеходных переходов. Специальные рейды показали, что каждый шестой из них в республике просто не соответствует требованиям безопасности. Где-то упал знак, стерлась разметка. Уже в этом году на таких заброшенных переходах пострадали 200 татарстанцев. А грехи будут устранять в этом году, как и в прошлом. Только участков опасных для водителей и пешеходов меньше не становится. Среди причин сложившейся ситуации можно выделить недостаточно эффективные мероприятия и несвоевременность их выполнения. Для достижения эффективного снижения аварийности на обслуживших территориях необходимо в кратчайшие сроки выполнить запланированные мероприятия по устранению мест концентрации ДТП и потенциально опасных участков дорог. Таких опасных участков 128. Причем, что касается статистики ДТП, то антирейтинг возглавляют Ознакаевский, Нурладский, Тукаевский и Чистопольский районы. А самые высокие показатели смертности на дорогах в Лениногорском и Нижнекамском. Уже разработан план по устранению смертельных участков. Совместно с ГИБДД определены 10 участков концентрации ДТП, по ним обозначены соответствующие мероприятия. Соответственно, работы по то, что касается в части содержания, здесь, естественно, все это до 1 сентября и много раньше планируем выполнить. Однако именно сроки вызвали самый большой вопрос. В республике есть большая потребность в отбойниках на дорогах, а растаявший снег открыл тысячи мелких проблем в виде ям. То, что мы 1 сентября закончим, это одно. Значит, мы июль, август, сентябрь, июнь, май будем думать о том, что может случиться на это место концентрации ДТП, кто очередной там будет жертвовать. Выявляют проблемные участки не всегда рейды. На сайт народного контроля приходят тысячи жалоб на качество дорог. В лидерах Казань, Чулны и Альметьевск на них поручили отреагировать до начала сентября, ведь многие опасные участки находятся рядом с учебными заведениями. Сергей Хайдаров, Рабзель Гарипов, ТНВ, Казань. Международный аэропорт Казань в пятый раз признан лучшим региональным аэропортом России и СНГ. Эту премию присудила авторитетная британская компания Skytrex. Церемония награждения проходила в Стокгольме. Казанский аэропорт стал единственным из российских, получившим столь престижную премию и в очередной раз подтвердил свое право находиться среди лучших. Отметим, что награда присуждается по итогам отзывов пассажиров и оценке качества обслуживания. В Казани выбрали лучших гидов, горничных и официантов, подвели итоги конкурса «Звезды гостеприимства». Как стать успешным в самой гостеприимной работе Динара Камалова? Юлия Гераева, давайте вам приветствуем! «Звезды неба не ловят», а зарабатывает Юлия Гераева. В сферу туризма пришла всего полтора месяца назад. В короткий срок заработало уважение начальство и коллег. А сегодня и почетную грамоту из рук Исура Медшина. По результатам конкурса «Звезды гостеприимства» она самый доброжелательный турменеджер этого года. Мы сначала разрабатывали туристический маршрут и представляли его клиенту. Потом мы представляли туристическую выставку, представление собственной турфирмы. Бармены, официанты, гиды и турменеджеры партии «Горничная» и отличников в сфере гостеприимства выбрали в восьми номинациях. Подобный конкурс отличный стимул и работать еще лучше, тем более, что это лето станет особенным для туристической индустрии Казани, уверен мэр города. Летом нам предстоит принять у себя чемпионат мира по футболу. Мы ожидаем огромное количество гостей. Своё гостеприимство на конкурсе продемонстрировали порядка 110 участников. За плечами многих из них WorldSkills. Подобный конкурс повышает интерес к рабочим профессиям в сфере туризма, говорят организаторы. Среди официантов, барменов работают в основном студенты. Но мы хотим очень популяризировать эти профессии, чтобы, во-первых, они становились именно как был кадровый рост. Лучшие из лучших получили сегодня и денежные премии. И уже завтра они снова выйдут на работу. Ведь сейчас весна, это значит, туристы просыпаются от зимней спячки и едут в самый гостеприимный город. Динара Камалова, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Миллион семьсот тысяч рублей задолжал Столбищенский молкомбинат «Источник здоровья» одному из поставщиков молока. Когда получат свои деньги лаишевская фирма «Хайрби». Все подробности в программе «Родная земля» завтра, 23 марта, в 18.00. Здесь можно отпраздновать свадьбу, святки или отправиться на покос. Сегодня в Казани открылась необычная выставка «Мы игрушку смастерили». Более 260 различных работ из Самары, Подольска, Удмуртия и Татарстана стали ее экспонатами. В гостях у сказки побывала Алина Мусина. В Национальном музее сегодня выставка русских игрушек. Лучшие работы из 19 районов республики и 7 регионов России представили в одном зале. Уникальность этой выставки в том, что она единственный раз здесь собираются все эти работы. Больше никогда в жизни нигде они не соберутся. Настоящие русские забавы, празднования свадьбы, масленицы и святок. Все в точности, как у людей. Единственное отличие – размеры. Каждый предмет здесь примерно в 15 раз меньше обычного. Борну мы не можем принести в наш музей. А если мы сделаем кукольную небольшую сценку, то это будет понятно и детям, и взрослым. Даже язык не помеха. Анвар Нагимулин – татарин. Но несмотря на это русскую культуру знает хорошо. Отличия между игрушкой 15 века и 21-го находят сразу. Которые сейчас есть, они на электричестве работают. А те, которые были, которые делали давно, они не на электричестве. Они просто деревянные. Маленькие игрушки с большим смыслом. Даже отсутствие у кукол лиц – традиция. Каждая кукла здесь имеет свое значение. Вот, например, московка изготовлена специально в честь объединения русских земель в 14-15 веках. Именно поэтому все ее дети в разных платках. А сама мама символизирует Москву, которая тогда стала центром образовавшегося государства. С символами традиционной русской выставки казанцы смогут ознакомиться до 20 апреля. Алина Мусина, Марат Зайдулин, ТНВ, Казань. Вечерний эфир продолжает программа «Вызов 112». А сейчас прогноз погоды. Я же не прощаюсь. Увидимся в 21.30. Добрый вечер. Время новостей спорт на ТНВ в студии «Алмаз Гафиатов». В шаге от финала. Хоккеисты «Акбарс» одержали победу к юбилею. Ровно два десятка лет назад казанцами было завоевано первое чемпионство России. Барсы повторили счет 20-летней давности и приблизились к финалу конференции. В матчах с «Металлургом» барсы всегда открывают счет первыми. Не стал исключением и этот поединок. Синдром дебютной шайбы не дает покоя магнитогорцам. Казалось, в концовке игры «Акбарс» оторвался от соперника на две шайбы. Но валидольного финиша избежать не удалось. В плей-офф по-другому и не бывает. Все может завершиться в пятницу в Казани. Но только при успешной игре команды «Бельнелединова» и победе в матче. Но, думается, озлобленный «Металлург» с этим явно не согласен. Мы старались сыграть плотно, не дать этой возможности. Но, я еще раз повторюсь, команда сыграла хорошо. Сейчас игра, клавок, каждый бросок может принести победу. Так и получилось. Молодцы, выстрелили в конце. Спасибо, Емелюш, выручил нас. И всех с победой. Сабинский район собрал лучших представителей настольного тенниса. Там стартовали открытые лично командные всероссийские соревнования. Турнир проходит в рамках 17-го мемориала памяти заслуженного лесовода, кавалера ордена в знак почета и Октябрьской революции, Нургали Миниханова. В чемпионате примут участие более 250 спортсменов из районов Республики и других субъектов Российской Федерации. В соревнованиях выявится сильнейший в мужском и женском одиночном, в парном и смешанном разрядах. Мемориал является отборочным соревнованием для выполнения спортивного звания «Мастер спорта России», а также этапом отбора в сборной команды Республики Татарстан. Чемпионат продлится до 24 марта. И в завершении новости волейбола в гостевом первом матче раунда шести лиги чемпионов «Казанская Динамо» не справилась с итальянскими пантерами из Канелиано. Наши девушки неожиданно уступили в трех сетах. На матч такого уровня обе команды вышли, естественно, сильнейшими стартовыми шестерками. В «Динамо Казани» лицо Васильева напрямую по амплуа заменила Анна Котикова. В Канелиано на блок вместо «Декреев» вышла Рафаэля Фоли. В результате гости не смогли зацепиться даже за одну партию. Ответный матч пройдет в «Казани» 4 апреля. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте. Поговорим о погоде после полезной информации. Хотите качественную и недорогую кухню по вашим размерам? «Данил Мастер» исполнит ваше желание. Успейте заказать со скидкой 20%. «Данил Мастер», город Казань, улица Восстания, 23, телефон 2, 167-166. По данным сервиса «Яндекс.Погода» на юго-востоке, в Бугульме, Бавлы, Ознакаево, переменная облачность. Временами снег минус 4, минус 6. На северо-востоке, в Нижнекамске, набережных Челнах, Елабуге. Облачная погода с прояснениями и до пяти мороза. На севере Татарстана, Менделинске, Агрызи, Менделеевске местами пройдет снег и также минус 5. На северо-западе, Варске, Кукмаре, Балтаси синоптики обещают облачную погоду с прояснениями, снег и 6 мороза. Для юго-востока Татарстана 23 марта будет пасмурным, пройдет небольшой снег, минус 2. В центральных районах, в Чистополе, Альметьевске, Мамадыши до пяти мороза местами с небольшим снегом. В субботу теплоатмосферный фронт принесет в республику потепление. Вероятность осадков будет небольшой. В Казани переменная облачность, временами снег. Температура воздуха минус 3, минус 5. Ветер юго-западный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы. Влажность воздуха 79%. Ожидается небольшая магнитная буря. Берегите свое здоровье. Это вся информация о погоде. В студии была Лейла Латыпова. Увидимся на ТНВ.